Мы прочитали практически все комментарии под нашими видео, и в них чаще всего вы нас приглашали посетить город Оскимин. Ну что ж, берем билет на сайте santofway.com и срываемся в Оскимин. Путь за приключениями. Добро пожаловать в изумрудный край нашей страны. Мы в Оскимине. В этом городе я был однажды. Всего один день. 2006 год. Зима. Полуфинал Евразийской отельки КВН. Мои познания об этом крае были совсем скудные, но я давно был наслышан о невероятной красоте этого региона нашей страны. Что сразу же порадовало в Оскимине, так это то, что местный Акимат сделал вот такие красочные брошюры по самым красивым местам Восточно-Казахстанской области. В нашем запасе было всего 5 дней. Поэтому наш план пришлось сокращать и отказаться от половины потенциальных причин сорваться сюда. Да, мы недооценили масштабы Восточно-Казахстанской области. Ведь до первой причины мы набирались последующие полтора дня. Но мы об этом еще не знали. Ну что, план на несколько дней мы построили, а пока покатаемся по городу. Город Усть-Каменогорск. Центр промышленности и цветной металлургии Казахстана. Был основан в 1720 году как оборонительная крепость под названием Усть-Каменная. Уникальность города в том, что он находится на слиянии двух рек – Иртыша и Ульбы. Город с особым и неповторимым усть-каманским колоритом. Восточно-Казахстанская область или, как ее издревле называют, Алтайская земля, богата на таинственные и сакральные места. Перед выездом в дальний путь местные сторожевы настояли, чтобы мы посетили священную гору Ахбаор. Существует поверье, что у подножия именно этой горы находится ключ к душе мистического Алтая. Мы находимся в 40 километрах от города, и именно здесь расположено древнее святилище Ахбаор. Ученые-археологи утверждают, что человек впервые начал свою ритуальную обрядную деятельность здесь 5000 лет назад. Возможно, именно здесь находится самая древняя нерукотворная астрономическая обсерватория. Жрецы тех времен использовали большое отверстие в скале и через расположение звезд и планет ввели свой древнейший календарь. Неподалеку от грота находятся камни с петроглифами, и они словно месседж из прошлого, который еще до конца не расшифрован. Возможно, здесь действительно место силы с бешеной энергетикой, либо здесь просто чистый воздух. Тем не менее, мои батарейки полностью заряжены для того, чтобы покорить восточную Казахстанскую область. Ну что ж, путь за приключениями. Проснуться в Алтайских горах было моей давней мечтой. Мы долго шли к этому. Я 32 года, а ты, Алтай, всю вечность. Но вот и наступило это бодрое утро. Осталось подкрепить удовольствие от пробуждения в Алтайских Альпах душистым чаем из трав этих величественных склонов. Перед долгой дорогой организму потребуется много энергии, поэтому с утра мы выпьем чай из трав Алтайских гор. А именно, мы будем пить Иван-чай. Раньше этот чай заваривали только императорами-царям. Да здравствует автябрьская революция. Теперь этот чай можем пить и мы, простолюдины. Пролетарии. Ммм, отличный чай. Зимой надо приезжать, зимой. А пока едем в Катон-Харагай. Уже прошло 4 минуты этого видео, а до сих пор нет ни одной причины, чтобы сорваться в Ускемен. Но не подумайте, что этот край скромен на красивейшие места. На удивление, качество дороги было достаточно нормальным, чтобы не чувствовать усталости от длительности пути. Порой в дороге встречаются и такие персонажи. Ребята, вы что все такие поникшие? Что приуныли? На Экспо не успели съездить, что ли? Или наоборот съездили? Давайте, повеселее, веселее, веселее! И вот мы добрались до первой причины, ради которой стоит сорваться в Усть-Каменогорск. Это Катон-Харагайский национальный парк. Когда я увидел эти места, я был глубоко поражен этой красотой. У меня сложилось чувство, что я оставил здесь часть своей души, которая зовет меня обратно. Но с другой стороны, меня посетило чувство большой досады. Почему только сейчас я впервые за свою жизнь нахожусь тут? Почему раньше я не приезжал сюда? Почему я слышал об этих краях только со слов моих друзей, бывавших тут? Сколько же людей, живя в нашей стране, не увидело и не подозревало о существовании этих мест? Путешествуя по нашей стране, я осознаю, что за 26 лет нашей независимости мы совсем забыли о настоящем богатстве страны и не научились ремеслу туризма. Имея такие ресурсы, не пользоваться этим – результат нашего культурного и бессознательного заработать быстро и не вкладывая сил и энергии. Но да, ведь туризм через скважину не скачаешь и по трубе не продашь. Вы уж меня простите, что я разошелся. Да просто за державу обидно. Несмотря на то, что уже начало темнеть, наш гид настоял на том, чтобы мы обязательно посетили одно сакральное место. Мы находимся в Царской долине. Именно здесь археологи обнаружили крупнейшее захоронение сакских правителей. Могильник Берель насчитывает около 70 курганов с каменистыми насобьями различного размера. Если честно, я не фанатею археологии, всех этих вот этих захоронений. В них были найдены уникальные находки скифа сакского времени, сохранившиеся благодаря феномену вечной мерзлоты. В руках ученых появилась важнейшая находка для мировой археологии, которую еще придется изучить. Ой, зачем мы вскрыли вот эту крышку? Блин, теперь мне сны будут посмельцать. Ладно, уже холодно и темно. Поехали где-нибудь переночуем. Сегодня будем ночевать в очень интересном месте. В гостевом доме Ясная Поляна – атмосфера древнерусского фэнтези. Ощущение, что сюжет сказки «Маша и Медведи» проходил именно тут. Но утром я увидел настоящий алтайский стиль. Это местные юрты под названием Аилы. Аилы может вместить целую группу любителей этнического туризма. Ну а дорогу, ведущую на вторую причину, нужно просто перетерпеть. 70 километров будущего идеального асфальта может преодолеть джип на высокой подвеске или вездеход «Нива». Наш проект только набирает обороты, поэтому «Нива». У меня всего лишь два вопроса ко всем авторам вот таких наскальных изваяний. Первый. В каком месте головного мозга у вас зарождается идея испортить природу? И второй. Есть ли этот мозг у вас вообще? Музыка. 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 Мы находимся на высоте 1810 метров над уровнем моря. И именно здесь расположена вторая причина, ради которой стоит сорваться оськими – рахмановские ключи. История открытия этого озера по-особенному красива. Однажды охотник по фамилии Рахманов подстрелил морала и преследовал его по следам. Охотник настиг морала на берегу этого озера, стоящего в нем раненной ногой. На глазах у охотника рана перестала кровоточить, и моралу удалось ускользнуть. С тех пор это озеро стало излюбленным местом для всех, кто хочет поправить свое здоровье. Оно и не удивительно, ведь на берегу озера находятся горячие ратоновые источники, которые излечивают от различных заболеваний. Я еще ни разу не был в Швейцарии, но после увиденного думаю, стоит ли ехать вообще? Чего я там не видел? Жалко, что нам еще необходимо пять причин искать. А так бы я остался здесь на несколько дней. Ладно, поехали. Третья причина сорваться в Усть-Каменогорск, это конечно же легендарный восточно-казахстанский, алтайский горный мед. Мы приехали на пасеку Веры Павловны. Вера Павловна местный гуру по производству меда. Вера Павловна посвятила большую часть своей жизни пчеловодству. О качестве ее меда знают все в округе. Этот преданный человек своему делу рассказал нам очень много интересного о пчелах. Вера Павловна, а защита не нужна? Ну, сейчас, во-первых, вечер уже. Что, вечером они не агрессивны? Во-вторых, холодно. Они уже сидят в клубе. У них тоже свои клубы есть, да? В смысле, вечерний клуб? И те клубы. Знаете ли вы, что пчелы – это самая развитая цивилизация из всех биологических систем? Распределение труда, обязанностей, взаимопонимания и организованность пчел даст фору любой из существующих человеческих сообществ. Только вдумайтесь, эти насекомые производят самый вкусный, полезный и вечный продукт. Ну, разве это не прекрасные существа? Уникальность алтайского меда заключается в том, что пчелы собирают нектар из дикорастущих трав гора Алтая. Не из искусственного подсела. Ммм, вот качество. Это Алтай. Если вы сейчас захотели этот душистый мед, то я вас искренне понимаю. Ведь это был праздник для моего внутреннего сладкоежки. Я люблю утро. Пожалуй, это самое важное время для человека. Ведь настроение всего дня во многом зависит от того, как ты его начнешь. Алтайские горы в этом плане обеспечат идеальное утреннее состояние души. Мне показалось, что вся моя жизнь до этого была сном. А именно сегодня я по-настоящему проснулся, и в голове была такая ясность. Ясность мироощущения. Мы проехали половину пути, и за это время мне показалось, что я стал старше и мудрее. Не зря говорят, что Алтай – это колыбель души человеческой. Здесь приходит особое чувство самоосознания. Не могу понять, что именно, но что-то во мне изменилось после посещения этих мест. Четвертая причина, чтобы сорваться в Усть-Химен – это, конечно же, легендарные восточно-казахстанские пантолечебницы. Пантолечебницы, сразу скажу, это не место, где вас вылечат от ваших понтов и тщеславия. Порой это неизлечимо. А вот от чего. Сейчас мой голос за кадром расскажет. Пантовые ванны – это мощное народное средство лечения и восстановления организма. Особенностью пантовых ванн является то, что они содержат в себе вытяжку из крови моралов, которая считается поистине целебной. Пантовые ванны принимают для омоложения тела, укрепления организма, костей, повышения тонуса, ускорения заживления ран и хронических болезней. Спасибо, Google. Пойдем посмотрим территорию. Так, где тут местный шериф? Пантолечебницы – удовольствие не из дешевых. За 5 дней проживания, питания и 10 процедур вам может обойтись от 100 тысяч тенге и выше. В этом помещении режут панты. Посмотрим, как это выглядит. Женя, получается, человек, который варит панты – он пантовар, а вы их режете. Да, я панторез. Значит, вы? Вы панторез? Панторез, да. Я вообще-то панторезов по-другому представлял. Ага. 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 Ну, спасибо. К сожалению, мы приехали не в сезон, поэтому придется ехать в Усть-Каман, чтобы принять эти пантовые ванны и почувствовать на себе их целебные свойства. Я готов принять омоложивающие процедуры. Каких только бальзамов и натуральных лекарств не делают из этих животворящих рогов. И как здорово, что даже зимой вы сможете принять эти процедуры в отличных условиях в черте города. О! 15 минут в крови морала полежать в горячей – это экспириенс. Что я почувствовал? Учащенное сердцебиение. Какой-то прилив энергии. Но сказали, что основной эффект я почувствую уже по приезде в Алматы. Ну и, конечно же, финальный мажорный аккорд в исполнении кедровой бочки. Панта-лечебницы – это супер причина сорваться в этот город. Усть кемен, I love you. Следующая причина не могла остаться без проверки на прочность. Меня, как и большинство сынов казахского народа, эта причина привлекла с особым любопытством. Местные жители уверяли, что хмыс из Алтайских гор – это еще одна причина, чтобы сорваться в эти края. Меня, сыр Аркинца, пробовавшего кумыс из Баянаула, Жан Аркинский кумыс, очень сложно удивить в этом плане. Но все же проверим, насколько эта причина может выдержать критику. Мы забрели в первую попавшуюся хмысхану дороги и заметили, что у этих ребят бизнес налажен, да и конвейер по производству кумыса стоит на внушительном уровне. Вот эти торпеды, заряженные мощным и целебным кумысом, ждут своих потребителей со всего Казахстана. Так сказать, наше белое золото, мой внутренний камалье требует кумыса и зрелищ. О целебных свойствах кумыса уже известно немало, но думаю, что кумыс можно любить как минимум за его неповторимый вкус. Ну что ж, настал момент истины и определить, стоит ли котом карагайский кумы заносить в список причин, ради которых стоит сорваться войск имен. Это офигительный, мягкий, вкусный, в меру сладкий, в меру соленый, в меру горький, в меру достаточно, чтобы стать причиной, чтобы сорваться войск имен. Кумыс был действительно шикарен, но хотя реальную оценку можно дать как минимум через два часа. Ну всякое может быть, сами понимаете. Тем не менее, едем дальше. Я нигде еще не видел такого дизайна могил, в котором карагай чувствуется алтайский колорит. А ведь действительно, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько поколений ваших потомков будут навещать ваши могилы? Например, чтобы найти могилу деда, моего прадеда, мне придется провести целую научную экспедицию. И возникает риторический вопрос, есть ли смысл в постройке вечных храмов, куда вероятнее всего не придет ваш прямой потомок уже через пять поколений? Шестая причина, чтобы сорваться войск имен, это Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище входит в топ-5 крупнейших искусственных водоемов на планете. Только вдумайтесь, длина водоема 425 километров. И наполняли этот водоем на протяжении шести лет. Бухтарминское водохранилище – это еще одно доказательство того, как человеческая мысль может менять окружающую среду. Выросло целое поколение, которые знают эти места только таким. Но всего 60 лет назад на этом месте протекала река Нарын, а сейчас это целое гигантское озеро, на дне которого и по сей день находятся целые деревни и поселки. На Бухтарминском водохранилище расположены десятки зон и домов отдыха, которые славятся своей популярностью среди местных жителей и в особенности у соседей россиян. Особенность водохранилища – это переправа на пароме Одессы. Вряд ли где еще в Казахстане можно испытать и увидеть подобное. Будете на Бухтарминском водохранилище на личном транспорте, обязательно воспользуйтесь паромом Одессы. Это очень интересный экспириенс, поверьте мне. Едем дальше. Я благодарю нашего гида за то, что именно эта причина была последней в нашем путешествии. В 70 километрах от города Усть-Кимен находится седьмая причина, чтобы сорваться в этот город – Сибинские озера. Сибинские озера – это система из пяти озер с чистейшей прозрачной водой, окруженных гранитными скалами. Зрелище просто вау! Сибинские озера – это определенное место особой силы. Существует версия, что озера образовались из-за падений метеоритов, а кратеры от упавших небесных тел были заполнены водами реки Сибинка. Сибинские озера День остался в моей памяти, как один из самых ярких в моей жизни. Меня всего переполняло чувство покоя, наслаждения и созерцания вечного и прекрасного. Невозможно передать энергетику этого места. Даже самый красноречивый писатель не справится с этой задачей. Мы приплыли на противоположную сторону озера Шалхар. Озеро Шалхар – это самое большое из системы Сибинских озер. И вы не поверите, сейчас мы идем по единственному в Казахстане нудистскому пляжу. Жалко, не сезон. Почему я не знал об этом месте раньше? Обязательно вернусь сюда, обязательно. Денек бы, да, переночевать здесь? На этом пляже, где нет никого. Я дал себе обещание, что рано или поздно обязательно приеду сюда еще не раз. Не думаю, что от увиденного вы сказали бы что-то другое. Всех людей, побывавших в этих местах, объединяет большое желание поскорее вернуться сюда. Присоединяйтесь к нам и вы. Восточно-Казахстанская область – это поистине богатство нашей страны, которое нам еще предстоит открыть для себя. Этот край имеет колоссальный туристический потенциал и все шансы стать основной доходой частью этого региона. Возможно, вы скажете, что я утопист, но я все же верю, что настанет время, когда мы сможем повторить опыт самых развитых стран, которые сделали выбор в пользу сохранения экологии и внедрения зеленой энергетики. Я могу с уверенностью сказать, что природа Восточно-Казахстанской области может составить конкуренцию любому мировому известному природному парку или заповеднику. Но только при условии развитой инфраструктуры и эффективного продвижения к нам потянутся туристы из других стран. Но давайте для начала начнем с самих себя. Мы хотим поблагодарить всех отзывчивых жителей Алтайской земли, тех, кто отдавал все, чем мог помочь нам в съемках этого выпуска, на загадочный, потрясающий и удивительный край нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok